Приветствую вас, Екатерина, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Замужем 11 лет, двое детей. Как я думаю, муж проживает кризис, наглядывается назад и видит, что не так, представлял свое будущее, не достиг того, что хотел, начались проблемы в отношениях, старался не появляться дома под предлогом работы, того, что не хочет кричать на детей, так как на них он тоже взрывался, просил его не трогать, что ему нужно время, все будет хорошо, но хорошо не стало, получилось только хуже, он изменил, потом признается, сказал, что влюбился, ему нужно время разлюбить. За это время мы много разговаривали, чего не делали, многие годы, оба поняли, кто были неправы, я понимаю, что семью одними разговорами не спасти. Я хотел ей действовать, но муж сказал, что сейчас он не готов, ничего не хочет, он хочет побыть один, а дети уехали, но не потому, что не хотел побыть один, мы так собрались уехать, но так уж совпало, что его нашел за один. Прошло две недели с нашего отъезда, я стараюсь не писать, раз человек хочет побыть один, но за эти две недели мы умудрились поругаться. При писке, когда раз я говорю себе, что не надо вообще обсуждать что-то по интернету, и каждый раз выводит меня из равновесия. Наши сыры заканчиваются тем, что я говорю, что мы не вернемся, он кричит, что кроме него нас никто не будет заботиться, и мы никому не нужны, кроме, наверное, него. Потом он извиняется, что испортил мне настроение. Пишет мне о том, что мне нужен кто-то другой, кто-то лучше, чем он считает себя плохим, пытается меня от себя оттолкнуть. Зачем эта трусость? Я ему сказал, что когда мы вернемся, тогда и поговорим-то на семья, это не ерунда. Нам нужен шанс, чтобы все вернуть и исправить, сделать все для нас, и если не получится, то тогда мы сможем разойтись мирно. Либо он ничего не хочет менять, и тогда нам вообще нечего делать с таким человеком. Правильно ли я поступаю и как себя вести? Я очень хочу вернуть наши отношения, я готова бороться. Но не знаю, правильно ли я это понимаю, нужно ли это ему, если польза от того, что он остался один. Я знаю, что помочь себе может только сам, но я не вижу, чтобы он работал над собой и что-то менял. Мне кажется, что у него нет мотивации меняться. Екатерина, вот по тому, что вы описываете, довольно легко. Заметить, скажем так, что проблему вы видите как будто бы только вы мужи. И целиком и полностью ответственность, так скажем, прикладываете на него. За то, что происходит в ваших отношениях, в вашей семье. Вот. Если вы внимательно посмотрите на свой рассказ, то два основных термина вы используете. Два основных, ну, местоимения, так сказать. Это местоимение мы и местоимение он. Но почти нет я. И в этой ситуации, в ситуации, когда у семьи определенный кризис, вам нужно как никогда, наверное, обратиться именно к я. То есть к себе, а не к нам. Вот. Потому что мы это что-то такое вот не очень понятно, к сожалению. А ты это ожидание. То есть у вас в данном случае есть ожидание. Как бы. Вот. Своего мужа, да, что он будет меняться, что он будет что-то делать. Ну вот. А вы готовы бороться только если это нужно ему. Вот. Знаете, да. Как это звучит. То есть я буду что-то делать, я буду меняться, говорите вы. Только если будешь меняться ты. Вот. Ну эта позиция, на мой взгляд, несколько деструктивна. Потому что получается, что вы делаете что-то только вот с условием, что это делает человек. Вот. А кризис в семье. Ну, семейный кризис. Вот. Это результат, это следствие. Если угодно. В действии двух людей. И когда вы говорите, что в том числе вы сами понимаете, где были не правы, что именно с этим и нужно работать. Слишком сильно вы, на мой взгляд, надсилены на своего супруга в данном случае. Слишком сильно, на мой взгляд, надсилены вы в данном случае на него. Слишком много от него зависит. Вот. И, на мой взгляд, достаточно слабо вы понимаете вот свои действия. Да? То есть вы говорите, что он выводит меня на эмоции, вы говорите, что я ему, соответственно, пишу, что мы не приедем и так далее. То есть это вот то, что с вами происходит, ну как бы не осознанно. Вот. Это то, что можно назвать чисто вашей проблемой. Это то, что можно назвать чисто такой вашей, ну чисто вашей трудности в данном случае. Вот. И, соответственно, с этим нужно работать, чтобы у человека не было возможности выводить вас на эмоции те самые, о которых вы говорите. Вот. То сейчас получается такая довольно интересная история, что над отношениями работы должны быть на то, что, по сути, вы делаете заявления, о которых, ну, как бы не очень готовы, так скажем, обеспечивать. Да, это как будто бы само собой разумеющество. Ну, согласитесь, это несколько неправильно. Вот. Поэтому вот такая, скажем так, некоторая неосознанность ваша в том числе приводит к конфликтам. То есть вам сейчас вот нужно взять ответственность на себя, на себя за свою честь, ооо, честь, за свою часть, ооо, вкладываем проблемы. Вот. Которая у вас, собственно говоря, есть не на муча, в данном случае смотреть, у которого свои проблемы, а на себя. И самой заняться, например, психотерапией, допустим. И уже, глядя на, глядя на то, как это делаете вы, к примеру, глядя на то, как это делаете вы, глядя на как раз, допустим, допустим, ооо, ну, ваш опыт, например, вот, глядя на ваш опыт, у мужчины как раз таки может появиться тот самый, ооо, та самая мотивация, тот, ооо, ну вот, тот самый, ооо, стимул что-то делать, которого сейчас, по его словам, нет. Вот. А сейчас человек чувствует, что все зависит только от него, да. Вы, как бы, в себе уверены, ну, не очень, то есть, как бы, как бы, да, мужчина, получается, получается, как бы вывести вас, ооо, ну, вывести вас на эмоции, получается, у человека. Вот. Он это чувствует и, соответственно, как бы, получает подтверждение ооо, каким-то своим мыслям, вот. Даже если он, там, действительно, там, допустим, хочет, ооо, там, ну, вас, условно говоря, да, от себя только, ну, это может быть, как манипуляция, так, чем-то осознен, да, так, чем-то, в принципе, и не осознен. Вот. Ну, для нас с вами, как мне кажется, особой разницы нет здесь, потому что, в любом случае, в отношении мне нужно что-то делать. Ну, в общем, здесь еще, мне кажется, ваша ошибка в том, что вы предлагаете спасать. Спасать отношения, борооооться. Знаете? То есть, какие-то, вот, мы здесь, в данном случае, в случае методы, да, ну, несколько, вот, игнорирующие, как будто бы, как будто бы, игнорирующие самого человека, его личности. Личность мужчины, в данном случае вашего мужа, очень важна. Очень важно, чтобы он чувствовал, что он интересуется именно им, а не семьей, да, как бы, вот, а вы здесь, на мой взгляд, в качестве своего приоритета ставите семью. У меня это хорошо, но это следствие, это не первопричина. Понимаете, я надеюсь, зачем я, что я имею в виду. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, вам нужно посмотреть, да, какие, вот, свои собственные трудности вы пытаетесь решить, что, какие у вас собственные тревоги, так далее, так далее, так далее. Вот, кроме того, бывают измены в страны вашего мужа, травмы. Вот и, соответственно, с травмой измены не работают, чтобы вам она не, ну, как бы, не откликалась. Вот, а то в будущем будет влиять на наше, на наше поведение. Вот. Если уже не влияет, вот, как бы, ну, я не знаю сейчас, влияет или нет, но обычно, обычно какое-то влияние есть. Вот. И вам нужно, как бы, с этим поработать, потому что это нельзя, как бы, ну, игнорировать, да. И нам нужно, вот, в данном случае, не возлагать, как-то, вот, ну, всю ответственность за то, что, вот, происходит, как, потому что это тяжело, то есть, ну, справляться с этим вполне себе, может быть, довольно сложно. Но вот, если человек, особенно, находится в кризисе и так далее. Вот. Так вот. То есть, у вас есть своя собственная, своя собственная страх, у вас есть свои собственные переживания и, на мой взгляд, с этим нужно работать, в первую очередь. Вот. Понимаете, да, как бы? То есть, на это нужно вам своё внимание обратить. Вот. А не на то, чтобы, там, замужа, например, стараться решать его проблемы. Вот. Поэтому вам сейчас нужно разобраться в себе по возможности максимально. Вот. Разобраться в себе, лучше себя понять и понимать, лучше. Да. Вот. И когда, соответственно, это произойдёт, тогда уже вы, естественным образом, придёте к тому, как вести себя с мужем. Вот. Знаете, сейчас вы пытаетесь оперяться на нас, потому что вы потерялись. Вот. Как бы. Да. Вот. Ну, вы, вот, что называется, ну, перестали чувствовать себя, вот. Ну, не чувствовать себя, как, как бы. Урод. Это довольно распространённая позиция на самом деле. Вот. Ну, в этом нет, как бы, ничего страшного. Вот. Абсолютно. Абсолютно. С этим просто нужно, нужно поработать. Вам с этим просто нужно помочь. Вот. Как мне, как, как мне кажется. И всё. Вот. Понимаете, да? Профессиональный такой такой главный момент, что вам офф criticizing вот нужно сохранить этого. Получатка, вот fearfulness. Вот какая ваш квад, конфликт, получается. Вот это вот нужно сделать. Это такая отправная точка. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволь вам начать работу над собой и желаю вам всего самого доброго и удачи.